Мимо этого здания, стоящего в начале улицы Тинькова, ежедневно проезжают тысячи машин и проходят сотни местных жителей. И мало кто знает, что здесь разместился настоящий музей. Хотя создатели, главный из которых Василий Яковлевич Сафронов, называют его комнатой воинской славы. В верхней части это витражей, находятся экспонаты. Это родители сдали форму одежды, письма, награды своих сыновей, которые погибли в Афганистане и Чечне. И вот по крупицам, кроме фотографий своих сыновей, они сдали вот эти экспонаты. Если вначале планировалось посвятить выставку тем, кто погиб в Афганистане и Чечне, то впоследствии экспозиция расширилась. Теперь здесь есть экспонаты, рассказывающие о современном российском вооружении, об истории армии, а также с полей сражений Великой Отечественной войны. Морозов Илья Витальевич и Север Михайлович, это сыновья ветеранов военной службы. Они раскопками занимались в Калужской области и в Тульской области. И нам подарили эти экспонаты. Ассоциация «Перспектива» была создана более 20 лет назад. Она призвана оказывать всестороннюю помощь военнослужащим, уволенным в запас и отставку, ветеранам воин и военной службы и успешно справляется с этим. Основные цели и задачи этой организации – это оказание психологической помощи, профориентация, переобучение, трудоустройство, оказание помощи в отставивании своих прав. Участники Ассоциации «Перспектива» ведут активную общественную деятельность, участвуют в значимых мероприятиях Ленинского городского округа, занимаются сбором информации о ветеранах и участниках боевых действий. Мы также увековечили память всех погибших в Афганистане и Чечне, поставив памятные плитки на школах, где они учились, по просьбе родителей, потерявших своих сыновей. Посетителей в музее немного, главный контингент – школьники. Экскурсии проводит сам Василий Яковлевич. Для него это не просто история, это живая часть жизни, которой он с удовольствием делится с молодым поколением. Плотный контакт держим с шестой школой, потому что она находится в расторгове. Всегда они у нас участвуют в мероприятиях со второй школы, с третьей школы, с четвертой школы. Согласно графикам, они к нам приходят на экскурсии. Но группы в основном здесь, конечно, не более 15 человек. Посетить комнату воинской славы может любой желающий. Ежедневно с 10 до 14 часов. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok